Всем привет! Меня зовут Сергей и сегодня мы с вами играем в игру, название которой, наверное, и даже произносить не стоит, потому что каждый, увидев эти пиксельные квадратики, знает, что это Майнкрафт. Я сейчас хотел бы показать вам, что изменилось с прошлого раза, что я сделал и что вообще вам было бы интересно, но вроде бы я не записывал и не показывал то, что я сделал вокруг дома заборчик. Вот такой вполне красивый, высотой в один блок забор. Еще далеко-далеко я сходил и нашел все-таки коров. Их потому что было достаточно сложно найти, в ближайших местах не было и пришлось даже далеко ходить. И там корову мне пришлось даже за два раза приводить. То есть я не успел за один раз ее привезти до моего участка и пришлось ее оставить где-то там посерединке и на следующий день еще разочек сходить. И здесь подрастает, конечно же, подрастает поколение, новое поколение овечек и подрастает пшеничка. Давайте сейчас я пшенички за запасу с пшеничкой, покормлю овец, покормлю куриц и покормлю других животных. И мы с вами отправимся в далекий путь, потому что сегодня я хотел бы показать вам и посмотреть сам, какие есть где-нибудь вдалеке ресурсы. Может быть, пещеры, которые мы с вами будем исследовать, или полезные биомы, болото, может, найдем, или еще что-то. Сейчас я досажаю здесь буквально пару секунд, это займет, досажаю пшеницу. Ну, там у меня в коллектор свалились еще семена, но я на них не обращаю внимания, потому что мне и так здесь пшеницы хватает. Так, давайте покормим коров, покормим куриц, а овец я пока кормить не буду, потому что их и так довольно много. Их много, и девать их, наверное, уже скоро будет некуда. Итак, куриц мы кормим семенами пшеницы, подходи, налетай пшеничку, пшеничку поедай. Пшеничку поедай, и я хотел бы, чтобы куриц было у меня побольше, поэтому я заставляю их размножаться. Вы тоже не забывайте, не забывайте размножаться и плодиться. И здесь еще где-то была в углу, но она убежала. Все, нарожали они маленьких курочек, маленьких цыпляток. Я вот таким способом выбираюсь. Не-не-не-не-не-не-не-не, ты куда? Куда, куда собрался-то? Ну, я тебе убегу, я тебе убегу. Я тебя вообще-то не отпускал, я тебя не отпускал, давай, или обратно иди, или мне в суп отправишься. Все, получай. Я не люблю, когда мне не подчиняются, а коровок мы накормим пшеничкой. И пшеничка. Все, кормитесь, кормитесь. Пожалуйста, кормитесь и размножайтесь. Все, все довольны, все довольны жизнью. Молоко пока я не буду собирать. Но мне тоже особо сейчас не нужно. Так, ты куда собрался вообще-то? Вообще-то, ты тоже тогда у меня пойдешь на суп, на доспехи кожаные. Кожа всегда пригодится. Все, так что не убегайте. Можно там, конечно же, сделать еще один забор для как раз таких животных, которые любят убегать и показать свою прыть. Ну, прыть мне не нужно показывать. Итак, это все хорошо замечу. Здесь у меня хранятся блоки. Здесь хранится... А, давайте-ка я сделаю свечей. Потому что, если мы далеко отправимся, то понадобятся... Естественно, понадобятся нам факелы. Так, дверь закроем. Факелов нужно много. Ну, сейчас у меня много нет возможности сделать. А сколько получится? Столько... Ну, 16... А, нет, не 16. Сюда 6 углей и палок. Сколько получится? Вот столько получилось. Так, говядина. Есть ли тут чем у меня пожарить? О, это железный слиток. Из железного слитка... Я, наверное, не вспомню сейчас способ крафта, но... Но попробую на всякий случай сделать... А, или мне не хватит? Я хотел сделать... Так, а штаны хватит сделать? Раз, два. Раз, два. О, не штаны, а ботинки мы сделали в качестве защиты. И скорее давайте тогда их наденем и уже будем... О, выглядит! Смотрите, как красиво! Давайте посмотрим, полюбуемся. О, отличные ботинки! Ну, как будто бы она наступила в тазик с цементом! И ноги стали зацементированные. На улице наступила ночь. Так, давай хлеба спеку. Куда у меня столько пшеницы? Пусть хлеб из нее будет. Так, 39 хлеба. Ну, оставлю половинку хлеба здесь. Вот здесь, потому что столько и не съесть. Еще что понадобится в далеком путешествии? Понадобится меч. Меч у меня скоро сломается. Если булыжник, булыжник есть. Все, сейчас меч и сделаем. Ну, хотя бы... Хотя бы каменный. Так и так. Да. Парочку каменных мечей. Железо когда добудем, тогда сделаем и железный. Ну вот. Все вроде и есть. Лишнее выкину. Выкину что? Сырую говядину. Так. Давай, выкидывайся. Это выкинем. Все выкинем. Это не нужно и не нужно. Я просто освобождаю сейчас свой... Ну, свой вот этот инвентарь. Чтобы больше сюда влезло. Ну вот. Посплю. И отправляемся тогда в путь. В далекое путешествие. Кирка есть. Есть топорик. Сколько топориков? Да, топорики есть. А вот кирка бы еще одна не помешала. Ну, одна или две. Все. Побежим теперь в путешествие. И чтобы не заблудиться, я предлагаю отправиться вот так. Просто ровно-ровно вот туда. Навстречу солнцу. Так. Все. И пошлите. Пошлите, пойдемте путешествовать. А, еще хотел бы вам показать, что я сделал обсидиан. Ну, безусловно, практически все из вас знают, как он делается. Нужно просто воду налить в лаву. И я, ну, поэкспериментировал. И посмотрите, у меня здесь и обсидиана целых, ну, наверное, 15-20 блоков. И еще лава осталась для того, чтобы использовать ее в качестве заправки для печки. Все. Идем путешествовать. И сразу же, сразу же смотрите, какое счастье и какая удача нам встречается. Огромная пещера. Ну, я не знаю, стоит ли в нее спускаться. Я не вижу там ни... Ни железа не вижу, ни золота, ни, конечно же, алмазов. Поэтому отправимся еще немножко вперед. Отправимся чуть-чуть подальше. Поросенок. О, и может быть, мы и деревню найдем по пути. Найдем там морковку и вырастем поросячью ферму. А вот эта пещера уже немножко богаче на ископаемые. Вон железо. Вот это что такое? Так, что вот это такое? Не знаю пока, но это нужно сначала выкопать. И потом тогда узнаем. Единственная проблема. Я не знаю, как добраться до такой глубины. Не знаю. Ну, разве что копать, конечно же, под себя. А, ребята, мы не взяли и не сделали лопату. Ну, точно, не сделали лопату. Как тогда будем копать? А, я тогда сделаю проще. Я сейчас немножечко... Вот эти блоки. Здесь их, наверное, немного. Буквально два-три. Так, аккуратно. Я их разрублю мечом, а дальше мы уже будем киркой работать. Да, и это не страшно, что мы лопату забыли. Будем вот так постепенно опускаться. Может быть, это не самый лучший способ, но пока я другого не придумал. И именно вот таким образом, медленно, но верно спускаюсь вниз. Аккуратненько. Продолжаем спуск. Набиваем горы булыжника. Так, и я сейчас выясню, что вот это за камень такой, который оранжевого цвета. Не знаю пока, как он называется. Ну, может быть, я его уже и видел. И где-то собирал. Так, здесь уже дальше так спускаемся. Угля много. Железо есть. Ой, так, так, так. Ну, вроде нормально. Все, ничего. Да, давайте посмотрим, что это за камень такой. Так, собираю. И это... А, это гранит. Я его уже неоднократно собирал, но пока не знаю, зачем он нужен. Выясним чуть позже. Уголь. Угля у меня там и дома вроде в достаточном количестве. Ну, раз на эту пещеру мы напали, то будем ее потихоньку разрабатывать. Разрабатываем. Все. И заберем железо сразу же. Железо-то всегда нужно. Так, и вглубь оно здесь идет. Отлично. Отлично. Железо прилично. Что еще есть? Гранит. Так, так, так. Лава. Около лавы я вижу куски... Так. Куски железа. Будем аккуратны. Нужно не повредиться. И еще вот этот темный камень. Что это за темный камень? Не ясно. Надеюсь, я в лаве не сгорю. Буду так издалека бить. Во, получилось. А подниматься очень просто. Будем так. Таким способом. Продолжаем рубить железо. Сюда и сюда. И там еще вниз кусочки. Ой, единственное, что нужно успеть, конечно, успеть домой добраться. Ведь уже скоро будет темнеть. Так. Все здесь железо разработали. А, вот здесь легко добраться, наверное, наверх будет. Так. И, может быть, эту пещеру и стоит разрабатывать дальше. Все глубже и глубже копая, пока не найдем изумруд. Или какие-то другие штуки. Ну, которые нам, конечно же, пригодятся. Так. А вот железо я рассчитывал, что будет немножко побольше. Совсем у нас маловато вышло. Так. Здесь есть. Во, вижу, есть. Спасибо. Вот. И вбок пойдем. Вбок. Сюда. Железную кирку бы. Побыстрее бы процесс шел. Ну, ладно. Сейчас железо наберем. И потом уже кирку и сделаем. Так. Так. Все. Все взяли. Все. Ну, что. Куда теперь? Сюда. Сюда. Так. Опа. Камни. Ну, камни. Может, они и нужны. Но пока они не в качестве. Просто средства для того, чтобы выйти. Я их использую. Ох, наверх высоко. И еще вот эти добудем угли. Уголек дает опыт. Выпрыгивает с радостью на нас. Ой, много угля, да? Много. И он весь мой. Весь мой. Играю в сингл режиме в одиночной игре. И, конечно, никто мне не сможет помешать набрать нужное мне количество угля. Ну, ладно, я, может быть, потом еще вернусь за ним. А сейчас все-таки решу, что пора выбираться. И буду выбираться вот здесь. Не такой крутой спуск, как с той стороны, где мы спускались. Поэтому будет полегче. Мне так кажется. Так. Давай-ка. А тут уже практически как лесенка построена специально для нас. И только лишь прыгаем, прыгаем, прыгаем. И уже выходим на поверхность. Очень удобно. И без заморочек. Без лишних заморочек поднялись. Лопаты нет. Буду рукой разбивать землю. Все, выбрались. Фух. Отдышимся. А, и мы совсем недалеко ушли от дома. Вон наш дом. И можно будет здесь даже потом опуститься. А, давайте я поставлю свечку, чтобы... Нет, не всю, конечно же. Свечки поставлю, чтобы знать, где тут спуск. Вот сюда, когда захочу разрабатывать эту пещеру. Дальше. Я знаю, что здесь спуститься легче и подняться легче. Так. Все. Ну, ладно. Достаточно. Достаточно. Где мой меч? Еще успеем чуть-чуть пройти вперед. Так. Переплыть нужно море-океан. Брум. Так, 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 так. Давай всплывай. Сейчас переплывем берег. Поедим картошечки. Зарубим. Зарубим. Хам-хам-хам-хам-хам. Больше всего я боюсь заблудиться. Поэтому и иду все ровно и ровно, ровно и ровно, не переходя на какие-то зигзаги, которые меня направят в другие места, где легко заблудиться. Ну, а так вроде все идешь вперед и нормально. Потом, когда, может быть, сделаю карту или компас, то будет попроще. Ну, а пока только так. Ой, сколько деревьев здесь. Эх, нет на вас моего топора. О, я вижу еще одну большую-большую скалу, лес, грибы, пустыни нет. Было бы здорово. А, вот там вроде вдалеке-вдалеке пустыня. И пустыню я хотел бы найти по той причине, чтобы найти семена морковки в деревне и выращивать поросят. Так, там снег, что ли? Да, вроде снежная даже стена. Внизу ничего интересного. Еще одна горка. Грибы. Ну, пока зачем мне грибы, я думаю, не надо. А не мне. Но уже темнеет. Темнеет. А темнеет в Майнкрафте быстро. И так же быстро нужно добираться до дома. Так. Ну, успеем. Вот тут красивая пещерка, залитая водой. Ну. Успеваю, успеваю. И удобно еще, видите, когда в эту сторону путешествуешь, удобно и хорошо видно, что возвращаться нужно в ту сторону, куда садится солнце. Так. Ну, давай скорее. Где мой дом? Не вижу. Ага, вижу. Да. Ну, почти в ту сторону, куда садится солнце. Не совсем именно в ту. Так. Давай, давай. Может, на бег перейти? Ничего не видать. Темнота. Вижу пещеру. Хорошо, что все красиво и хорошо освещено. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. На меня хотел напасть зомби. Но я в его лапы, конечно, не сдамся. Не попадусь в его лапы и не сдамся. Не сдамся без боя. Никто меня дома не ждет. Паук. Паук. Так, заходи скорее. Так, так, так. Пауки, пауки, пауки. Пауки, убегаем скорее. Закрываю дверь. Все. Все. Они, я вижу, видел, полезли на крышу, а на крыше меня нет. Я здесь дома в целости и сохранности. Ну вот, мы с вами немножечко прошлись, посмотрели на... О, там зомби. И он такой, причем зеленый. Какой болотный зомби. Я таких еще вроде не встречал. Вон. Болотный, как кажется вам. Или как он там? Зомби, зомби. Ну, я не знаю, как он называется, вот этот болотный зомби. И там у меня факелы не поставлены. И поэтому он подходит именно к той стороне моего забора. Так. Самое время теперь переплавить железную руду. Вот уголек. Не. Уголек все-таки жалко. Уголек пойдет для создания свечей. Я лучше сбегаю на утро. Сбегаю, наберу лавы, залью ее в печку. И будет у меня железная руда плавиться. Еще я хотел бы показать вам одно место. Так. Ну, давайте этого паука зарубим. Он несложный. Все. Очень даже просто. Мы легко с ним справились. Да. Я хотел дойти до озера с лавой. Набрать там ведерко лавы. И еще вот с той стороны слева есть пещера, которую я хотел бы отправиться. Но отправлюсь, скорее всего, туда в следующий раз. Чтобы уже с утра проснуться и пойти со свежими силами и с большим запасом времени. Поэтому ставьте лайк за это видео. Подписывайтесь на мой канал, если не хотите пропустить следующее путешествие. О, сколько здесь плоти. Это от зомби осталось. Так. А я пока сейчас вот с той стороны сделаю свечи и поставлю. Так. Сюда. Чик. Забираем. Все. У нас пошел процесс переплавки. А я поставлю свечи. По правой стороне своего собора. Вот здесь. Так. И зомби уже не подойдут и здесь. Ну, ставь, 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 ставь. Так. Еще можно вокруг лавы окружить. Или сделать для зомби ловушку. Ну, пока и так хорошо. Все. Вокруг свечки есть. Ну, ладно. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok